Не воспринимает или просто храпит уже человек, спит. Может быть, вам нужно вывести его на противостоянии. Значит, важно, что внимательность ваша. Ваши чувства должны быть открыты. Обязательно уши, глаза, чувства. Я рекомендую себя вести в транс, в такой ситуации, но именно в другое состояние, что когда вы ни на что не отвлекаетесь, вы четко сосредоточены на этом взаимодействии, что это будет для всего. Естественно, для пациента и вообще для окружающего мира. Может, подсказки будут прийти в другой раз. И гибкость. То, о чем я говорил, гибкость вашего поведения. Если вы увидели, что то, что вы сделаете, не срабатывает или уводит вас куда-то в сторону, сделайте что-нибудь другое. Ваш самодостаточный мастер. Умение использовать все свои инструменты. Ваш голос, ваше тело. Существует такое понятие, как логический уровень. И очень важно увидеть, на каком уровне, на каком уровне. И быстрее именно работать на этом уровне. Есть такое понятие, как поведение окружения человека. То есть это уровень, это еще не сам человек. Это уровень то, что его окружает. То есть слабое. Потом идет поведение. Поведение, это уже сам человек. То есть поведение может быть, например, окружение. Окружение, это даже так вот, говорит, человек попал. То, что нас окружает. Вот человек попал в армию. И даже вы слышите, что армия его изменила. То есть это изменило его окружение. То есть оно обычно, в обычной ситуации, да, среда, она на нас выходит. Это поведение. Это, что происходит. Здесь что происходит? Красивые эмоции. Да. Нужно увидеть, что стоит за его поведением. То есть его поведение очень нестанавливает. Потому что в одной обстановке. В школе он может быть хулиганом. Гроза школы. А дома прекрасный сын, заботящийся о матери. Заботящийся там о младших. Братьях и сёстрах. Следующий уровень. Это способность и возможность. Это вот проявляется, какие у него от природы данные. Если бы быстрее хочу. И вот четвёртый уровень. Ценность и убеждения. Вот, кстати, метод перепрограммирования, он работает уже на этом уровне. Это метод ценности убеждения. Вот и пятый уровень. Это сущность. Это уже такое глубинное довольно-таки. И здесь века. Уже человеческие такие. И вот пустиска. То есть цель его вообще живет. Существование здесь, в этом мире. Ну почему редко? Как раз новую модель, мы можем и так изгонить. И с детьми, с детьми, с детьми. Так мы вот так набираем. Получить воздух из тущности его. Например, это божественное сначала. Но фактически, кто ты, для чего заключил этот мир, в цель моей жизни, да? И поэтому очень важно выяснить, чтобы, как говорится, с пушки, не палить, если у него там проблемы незначительные, чтобы к ней не поменять такие действия. Хорошо, спасибо. В любом случае, опять же, помните, работая с какой-то проблемой, даже с тем же самым разом, он может выйти вообще на уровень сущностной трансформации. Сначала мы начали, скажем, с его поведения, поведение, просто начали поведение, его эмоции, поведение, неуверенность в себе, где-то сомнение в себе, а потом вы вышли на уровень вообще сущностной трансформации. Что не нравится, кто не воспринимает, а не воспринимает. Да, неприятие мира идет. То есть вот уже на эти уровни вышли. То есть вы пусть... Ну, они взаимосвязаны, конечно, но вы можете выбрать это, почему? Сейчас я с ним попаюсь. Может быть, на этом уровне поработаю? Нет, почему? Работать с эмоциями, потому что... Поэтому не бывает мелочей, поэтому... Конечно, конечно. Из пушки и по вравьям, правда, не бывает. Ну, с чего начинать, надо. Естественно. То есть, поймите, если человек... Я и говорил. Поймите, если человек о смысле жизни, допустим, никогда не задумывался... Не хочет он этого вообще пока. И тут верено. Да. О смысле жизни, о высотком... А и у нас вас нужно вылечить. Поэтому потихонечку... Понятно. Ну, или как пример привожу. Приходит пациент ко мне из села. Он там... Ну, тракторист. Так. Вот он... Ну, вот общается там, что вообще нет. Техника. Да, руки такие вот. Ну, такие, ну... Трубы, трупы, 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 посоли, трупы, трупы. И вот у него там, да, есть конкретные проблемы. Ну, да, я вижу что-либо... Тракторист. 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 Поэтому я своими грязными руками это не должен обошиться. Ну, вот. Ну, отражая пациента. Ну, вот. То есть... То есть я пока туда и не иду даже. Зачем? Поймите, это мир другого человека. Другой мир. Он может быть в вашем области. Он может помогать тебе. Может, там, его подсознание, оно же... Как, настороженно, допустим, да, может воспринимать это. Так, или полностью, человек открыт. Да, пожалуйста, там, делайте со мной, что хотите, да. То есть, допустим, он нам... Какую-то, через, опять же, через свой язык, да, через то, о чем он говорит. Через свои какие-то действия. Пожалуйста, вы начинаете с ним, путем, если у вас нет вопросов мета-модели, то, о чем мы будем говорить на следующих занятиях, вы можете подробно выяснить у него, с каким уровнем вам сейчас лучше работать. И он уже будет открыт для этого. Поэтому, еще раз говорю, важно соблюдать последовательность действий. Ну, вы знаете, я... В принципе, в принципе, можно вообще делать все. Но, вы понимаете, человек, у него, смотрите, у него же восприятие одно и одно и другое. Он может сказать, да, у меня прекрасные, замечательные отношения с моими девками. А потом выясняется, через час, через полтора или даже через 15 минут, потому что, оказывается, вообще жить так невозможно. Лучше бы, конечно, конечно, лучше так вот сразу... Да, всей жизни, там, поркой, видеть-то не нужно. Еще пятый шаг какой? Ну, вот смотрите, встретились, да, мастер-пациент, выяснили, что привело, так, куда мы движемся, что я буду использовать. Я слежу за обратной связью. Продействую гибко, я внимателен. И, в конце концов, мы приходим к цели. Совершенно верно. Пятое. А действительно ли мы пришли, чтобы мы пришли, чтобы мы пришли. Тоже важный момент. Цель есть. Частота помыса. Здесь? Да, здесь и здесь, на всех уровнях. Частота помыса, и все, правда. Здесь, это больше всего. Нет, сочетание секты. Она проявляется, она здесь проявляется. Но здесь сам результат. Она подразумевается везде. То ли это... Совершенно верно. Пациент, поэтому, встал, например, говорить, о, я к вам за гипнозом пришел, а вы меня не погружали, я вообще недоволен. Да, почему? Потому что вы на шаге, то есть второй шаг пропустили, что вам нужно? А вы его не сделали. Например, гипноз. Так? И все, и он уже... Ну, я то считал, видео с ними, что-то все слушали на транспорт. Так? Да, вы не сделали. А я же хочу уснуть и проснуться без проблем. А вы еще... А вы еще гипноз не осуществляете. Вы только в стадии освоения. Вы можете как сказать? Хорошо. Давайте... Я вот сейчас не готов. Я сейчас... Я сейчас... Я сейчас... Подготовлю, специально для вас я подготовлю инструкции, посмотрю еще в литературу, так? Надо посоветовать там с Валерием Владимировичем, чтобы чем-то... Ну, к примеру. И вы ко мне придете, например, через 3 дня, и я с ним проведу сеанс гипноза. Все, если человек действительно серьезно настроит, он придет. Не придет, он получит опыт какой-то хорошей, позитивности. Все наоборот. Просто, ну, я знаю, это... Я изучал гипноз, когда человек приходит в зубки, я слышал, я слышал, я слышал, я слышал, я слышал, я слышал, а я, ну, не знаю, что с ним делать сейчас, на данный момент. Нет у меня по поводу этой проблемы какого-то опыта. Это, например, то, знаете, не знаю, как. Я смотрю, определюсь, сейчас информацию все соберу, выработаю стратегию определенную, вы придете, мы с вами будем работать. Согласны? Все, согласен, человек приходит к действию. И секретный шаг. Как мы определяем? Подтверждение оцеления. Подтверждение, да. Президента ли? Да. То есть определить, была ли моя работа, как мастер. Эффективно. То есть я как мастер. Если что-то не так, вы просто смотрите, на каком шаге вы вошли в сторону, или заблудились, или что-то не выяснили, и начинаете все заново. Или не заново, а возвращаетесь на один шаг назад, на два, на три, на четыре. Поэтому последовательность этих шагов у вас должна быть. И всегда помните, что человек более человеку неприкосновенно. Человек, какая-то у него там проблемы, все равно, юмор, он может быть очень корректным, обязательно иметь честное решение. В некоторых случаях, может быть даже, как говорили, отказать на данный момент своей помощи. Это тоже будет помощь от другого рука. И еще интересный момент. Рассматривайте проблему у человека не как проблему, а как достижение. Даже можете открыто ему сказать, что я рад за вас, Петр, что у вас есть насморк. Парадокс. То есть вы представляете, насколько вы способны человеку.